Всем привет, ребят! С вами Алексей24, и мы продолжаем, продолжаем проходить игру Корсары каждому своё. Как обычно, по традиции в предыдущей серии, мы проходили квест почти как дома. И я не буду торопиться рассказывать, что именно там было, а потому что, ребят, я помните вам в той серии сказал, что я попробую всё-таки переиграть эту серию. Так что, минуточку внимания, хочу похвастаться своими успехами, которые не попали на запись. А начал прохождение я именно на Гвадолупе, как мы видим, у меня везение 17 очков. Именно 17. Мне, в принципе, я прочитал на форумах, надо также 26. А вот Шарль начинает играть в таверне, то есть таверна Гвадолупа, ещё раз оповторюсь. Но это самая ближайшая колония, куда я смог вообще приплыть. Вот Шарль ставит у нас ставки, играем в кости. Но помимо костей я играл и в карты, и опять кости, и карты, кости. Скажу прямо, игр здесь, я в таверне, делал очень много. Ну, просто сохранялся, другой день брал, долго, муторно. В общем, играл в азартные игры. И это привело меня перепройти квест почти как дома. Тут мы видим Еву за колонн. Каналь, я не ожидал. Чёртова баба, говорил же мне, наставник не связываться с такими же, как она. Но работай с работой, я тебе же всё равно достану. Так-так, приятель, похоже ты меня... А ты... Позволить ты можешь, Кэп? Язык у тебя подвешен, ничего не скажешь. Ладно, я в деле. Как твоя посудина называется? Вырви глаз, добро пожаловать на борт. Эм, да. Е-хе, дельце неплохое подвернулось. Да, это стервый пинка от меня, Кэп. Мы видим то, что из-за того, что я прокачал, вот это, после Дивной ночи. Вот, пожалуйста, пистолеты Мушкеты 26, Везение 27. Это я наиграл в таверне. Мы получаем крутого персонажа, Клод Дюран. Лояльность, конечно, чё-то я не понял, почему такая. Ну, я не понял. Ранг 15 у него, как мы видим, в жизни. Ну, я его потом подлечу, как бы это всё нормально. У Шарля седьмой ранг, ребят, пока я начал перепроходить квест, у Шарля ранг понизился до седьмого. Но ничего. Я думаю, это не так сильно, не так сильно страшно. Поэтому, что поэтому? Ну, поэтому, я думаю, надо проходить игру дальше. Итак, ребята, это было небольшое вступление про предыдущую серию. Хвалюсь тем, что взял офицера. Сейчас я его ещё раз уже нормально, не на записи покажу. Так, а куда я его делал? А, вот он. Как я и показывал. Ребят, простите, на запись не стал ставить. Лишь только потому, что я, ну, пытался, пытался, пытался пройти. Набить вот эту чёртову удачу. Опять же, ранг седьмой. Да, он немножечко кощнулся. Хотя я не очень сильно хотел прокачивать персонажа. Но, в принципе... А пока, ребят, всё-таки я попробую начать, а не болтать всякую ерунду. Прошу напомнить, ребят, те, кто не подписались на канал. Ну, пожалуйста, ну, подпишитесь на канал. Ставьте лайки, если серия действительно классная. Да и вообще, если вы до этого смотрели серию, я думаю, просто хотя бы за это мне лайк поставьте. Я же для вас всё-таки стараюсь. Хорошо. Меньше болтовни, побольше дела. Я, я тут заболтался. Как вы видите, я приплыл... А нет, вы нихрена не видите, потому что я не перешёл на остров. Я приплыл, скажу так, на Сан-Кристофер. А что мне даёт этот Сан-Кристофер? Да очередной же квест, ребят. А какой? Ну, вы по превьюхе, наверное, уже поняли. Я думаю, нет смысла о нём говорить. Но ничего, сейчас мы загрузимся. Выйдем на остров. И вы всё увидите. Вот мы загрузились. И видим, как какой-то чувак в красном камзоле бежит ко мне. Хотя это мундир. Ситуация тревожная, капитан. Ваша помощь будет весьма кстати. Ситуация, говорит, тревожная, я не пойму. Пенсионный возраст в военном тоже, что ли, подняли, я не пойму. В чём тревожная ситуация? Это нормально, у нас везде так. Добрый день, капитан. Вам разрешите представиться, лейтенант Каспер Греттон, морская пехота, Сент-Джонс, Антигуа. Хочу обратиться к вам с просьбой об оказании услуги. Ты ещё личный номер свой назови, блин. Всё, наверное, у меня рассказал. Здравствуйте, лейтенант. Моё имя Шарль де Мор. Какого рода услуга вам требуется? Позвольте в двух словах объяснить ситуацию. Я и четверо моих подчинённых отправились из Сент-Джонса к берегам острова Син-Мартен для выполнения задания. По пути шхуну, на борту которой мы находились, захватил внезапно налетевший шторм. И хоть длился он совсем недолго, старая лоханка дала течь. Она была вынуждена изменить курс и отдать якорь здесь, в Капстервиле. В смысле, я не в Капстервиле же вроде нахожусь. Ладно, неважно. В доках обнаружилось, что ещё и днище сплощ источено червями. И на починку этого гнилого корыта уйдёт уйма времени. Мне и моим людям крайне срочно требуется прибыть на Син-Мартен, в бухту Гранд Кейс. Окажите помощь, капитан. Доставьте мой отряд в указанное место, и я как можно... Ну, в общем, короче, как можно скорее надо доставить. Это же совсем рядом. Два дня пути. Или даже быстрее. При попутном ветре ваши услуги будут щедро оплачены. Кстати, вот этот чувак, он не врет. Нереально, потом хорошо заплатит. Военное задание на голландском острове? Хммм. Месье, это вас волновать не должно. Франция с Голландией не воюет. Вам ничего не угрожает. Вы просто высадите нас в бухту, и всё. Ну как, по рукам? Прошу извинить меня. Это говорит о том, что я проваливаю вот этот, если я не ошибаюсь, ребят, предпоследний квест линейки «Последний урок». И последний урок, и мне не видать как собственных ушей. Прямо вот так вот. И всё. В итоге, суть моей серии заключается в том, что я буду играть. Поэтому, хорошо, я согласен, здесь действительно недалеко. Что насчёт оплаты? 10 тысяч песо. Вот задаток. Я не понял, 10 тысяч песо, это получается... А, кашель дублонов. То есть 10 тысяч песо, это вся оплата, а это дублоны, это задаток, что ли? Я не понял. Конкретнее, сэр, конкретнее. Мне ещё в налоговую отчитаться придётся. Хорошо, собирайте ваших людей и поднимайтесь на борт. Не будем мешкать. Так точно, капитан. Нифига себе, а ты-то сам капитан или нет? Чё-то погонов я на нём не вижу. Да. Прикол, конечно. Так, а мы что-то пришли-то? А, мы взяли квест. Взяли квест. Так, надо не забывать открывать судовую журнал, а то, я думаю, вам не совсем всё видно. Итак, ба-бам! Это квест в мышеловке. И опять же повторюсь, если я не ошибаюсь, это предпоследний квест, линейки, последний урок. Итак, мышеловке. Лейтенант английской морской пехоты Каспар Греттон просит доставить его с небольшим отрядом английских солдат на остров Син-Мартен в бухту Гранкейс. Они явно что-то затевают на голландском острове. Но это уже не моё дело. За два дня пути можно получить 10 тысяч песо. Очень неплохо. Да, ребят, это очень неплохо. Если кто помнит, я до этого проходил такие маленькие фриплейчики, когда торговые суда я сопровождал. А, эскорт торговых судов серии, если кто-то смотрел, то я позволю себе напомнить. О том, что мне за квесты вот этих сопровождений, мне неплохо отваливали денег. А неплохо денег отваливал именно начальник порта. Или как он там, глава репорта. Короче, неважно, я сам уже запутаюсь в своих показаниях. 10 тысяч для меня, Шарль говорит, неплохо, а по-моему это очень и очень мало. А, ребят, простите, сейчас немножечко отклонюсь от темы. Хочу похвалиться вот этим квестовым персонажем. В принципе, как я про него читал, он такой же, как и Чичингиту. Лояльный полностью у меня во всем будет слушаться. Деньги берет, нет, не знаю, как бы я не проверял. Итак, я еще расскажу. Я подготовился к квесту. Полностью затарился всем, чем надо. Но, хвалюсь вот этим абордаждиком, Клод Дюран. У него изначально полусабля. Атака баланс 47. Ну, сами видите, я думаю, дочитывать не надо. В принципе, это сабли и тисаки, но будет больше ударов, наверное, наносить в минуту, чем Чичингиту. Этот пистоль я не покупал, он у него был. Хе, видите, денег у него нету, бомжара. Ну, правильно? Чем больше дашь работнику денег, тем быстрее он свалит от тебя. Это я шучу, ребята, если что. У него пороха 42, патронов 30. Ну, я ему маленько подбавил. Лечебные зелья, ребят, внимание, лечебных зелий у него не было. И про противоядие. Это мы уже помотались по ОС, по архипелагу, и я ему это докупил. Ладно, все, нахвалился я прям капец. Ну, я хотел, чтобы вы увидели. Если кто-то спросит, стоит ли прокачивать последний раз, возвращаясь в свои личные вот эти фигни. Еще раз повторяю. Если кто-то спросит, стоит ли, стоит ли, господи, куда я опять зашел. Стоит ли качать? Я скажу, стоит. То есть качать что? Ведь надо везение и харизму. Харизму, в принципе, это Дон Альбалата или как его там? Или Граф Альбалата, не помню. Ну, вы поняли про эту... Как она, плантация, что ли, там это надо было в отмазку. Ну, в семейные разборки, короче, влезть. У меня прокачалась офигенно харизма. Хотя харизма, я скажу для тех, кто не в курсе, она качается отлично при абордажах. И если вы, допустим, захватываете вражеского капитана, его надо отпустить. Если мы его пленим или там что-нибудь с ним сделаем, харизма от этого у нас не поднимется. Авторитет и харизма немного разные вещи. Ладно, не буду говорить об одном и том же. Я думаю, все прекрасно знают. Но кто не знает, пишите в комментариях. В следующей серии поподробнее расскажу про навыки героя и то, чему мне удалось научиться. Чего? Эээ, вольно-вольно. Нифига себе. Я ничего не нажимал, ребят. Он сам меня вызвал. Он сам. Так, я не понял. Он что сказал? Вот говорю и не о том. Мне дали квест, а что мне по квесту-то конкретно сделать надо? Там же время ждано. А, я не понял. В Гранд Кейс это сейчас надо прибыть? Или... Ребят, я что-то заболтался. Я реально что-то суть вообще потерял полностью. Прорезать, наверное, не буду. Для тех, кто не в курсе, где Син Мартен находится. Да я думаю, весь архипелаг знаете. Это я только, блин, ничего не знаю. Долго карту изучал, так сказать. Опачки, пираты. Нееет. Не надо, не надо, не надо. Не догоняйте меня. Я думаю, меня не догонят. Нас не догонят. Надо эту песенку сейчас было включить. Вот он, Син Мартен, Флицбург. Э, а мне от него уйти надо. Он мне не нужен. У нас попутчик, ребят. Блин, нет, плыть дальше. Давай дальше. Блин. Надо запутать, запутать. Вижу импел. Доплавался. Ладно. Ну вот, ребят, доплыли до бухты Гранд Кейс. Я прошу прощения за резкий переход, но, блин, на меня напали испанцы, три корабля. Я не вижу смысла записывать этот бой, иначе я и так времени потерял много, рассказывая всякую ерунду. Итак, причаливаю. Причаливаю в бухту. Специально выждал время, чтобы прибыть в эту бухточку ночью, чтобы создать более такой удачный образ незаконной деятельности. Так. Вот он. Надеюсь, я и в дальнейшем могу на вас положиться. Благодарю за... Благодарю за доставку, капитан. Однако, к сожалению, я не могу сейчас с вами полностью рассчитаться. Я ожидал увидеть у берегов Сын Мартена, Люгер и Сент-Джонса. Но, как вы видите, его нет. Вынужден снова вас попросить о помощи. Задержитесь на два-три дня на этой бухте. А когда мы вернемся, доставите нас на Антигуо. Полковник Фокс не станет скупиться на плату ваших услуг. Хм, я, конечно, не рассчитывал. Ну, вообще-то, на другой я рассчитывал. Я понимаю вас, капитан, но вы, у меня нет более денег, кроме тех, что я отдал вам. Обещаю, что на Антигуо вы получите полный расчет за оба рейса и простой у берегов Син Мартена. Ясно, выбора у меня нет, хорошо, лейтенант? Отлично, мы отправляемся вглубь острова. Ваши ожидания не затянутся более чем на три дня. Удачи, сэр. Хм, ребята, это вообще, это нормально было, нет? Это вообще, они серьезно, я не понял. Я их привез, он мне там кашель с дублонами какой-то дал. Так, сейчас прочитаю. Меня, походу, меня просто развели, у меня вот такое впечатление стало. Но если я не играл в эту игру раньше, я бы так и не думал. Хм, вся эта история дурно пахнет. Сдается мне, что никакого люгера и Сент-Джонса здесь и не предвиделось. Это лейтенант тягивает меня в свою военную авантюру. Но мне-то она зачем? Я не воюю с голландцами. Что же мне делать? Уйти от греха подальше и кинуть ко всем чертям этих англичан? Или остаться? Ребят, если убраться в освоясь, я как понимаю, квест у меня обрубится. И последнего урока я так и не усвою. Поэтому, остаемся. Нет уж, все-таки останусь. Но чертов два я буду сидеть и ждать у моря погоды, отправляясь на корабль. Пойду в порт Флицбурга и разузнаю обстановочку. Я не намерен становиться слепым орудием в руках невдушаемого доверия англичанина. То есть ты хочешь сказать, Шарль, что англичане такие подлые скотины, что ли, в игре? Я не понял. Я всегда симпатизировал англичанам. Ну, не знаю, почему-то симпатизировал. Ну, ладно, будем считать, что так. Надо, в общем, во Флицбург приплыть и разнюхать, чё и как там, чё, кто дышит. И вообще, нахрена англичанам на голландский остров? Вообще, сами понимаете, вообще зачем? Я, как и Шарль, думаю, какая-то военная авантюра непонятная, никому не нужная. Вот мы на острове. Сейчас Митя и Стукана чё-то спросят. Ага, эй, махемьор, у вас не найдётся пара глотков вина, чтобы промочить горло? Умирают жажды. Так, служба и служба. Терпи, пока не сменят. Ну, знаете, солдаты тоже люди. Им тоже иногда хочется отдохнуть. Горлышко промочить. Ага, ловочников нету. Хорошо. Да я, ребят, я сколько не бегаю, короче, по островам, я нигде не могу нормальных жилетов себе найти. Ну, броню, короче. Ну, не продают пока. Не открыт этот сейф игры. Ну, ничего, когда-нибудь я её найду. Когда-нибудь я эту броню обязательно себе добуду. Ну, не броня, а доспех, честно говоря. Так, объясняю. Я решил зайти в таверну, потому что все самые последние слухи и сплетни островов на архипелаге только в таверне. Вы меня правильно поняли? Итак, отбращаемся. Прекрасная еда, отменные напитки, уютная постель к вашим услугам. Здравствуйте, мюнхер-капитан, я хозяин таверны Потерянный Рай. Впервые у нас, я не понял, вы Арию, что ли, переслушали Потерянный Рай, блин? Шарль-де-Мор, рад знакомству, что вы мне предложите? Слушаю, Кэп, какой будет ваш заказ? Так, команда у меня есть. Хауки, давай поговорим. Я весь во внимании. Расскажи мне последние сплетни. Сведений стоит денег, за скромные тысячи пес я расскажу вам, потому что знаю. Ну, ни хрена себе. Тысяча акул платить за пустую болтовню? Нет уж, ты их получишь, если я получу действительно ценные сведения. Наш комендант усилил патрулирование в джунглях и охрану в городе. Прошел слух, что англичане собираются проникнуть в Флицбург и выкрасть из тюрьмы пленных офицеров. Да ну, неужели? Англичане решаются на такое? А что за офицеры, не слыхал? Да не так давно у берегов Син-Мертена захватили ангвистский корабль, а на нем было несколько высокопоставленных военных. Их решили отправить в Вельмсдат, но временно поместили в тюрьму. Поговаривают, что пленный солдат с другого судна в обмен на свободу рассказал коменданту, что англичане намереваются прислать диверсионную группу и организовать побег заключенных. Даже план у них был готов. Вот и на чеку наш бравый комендант. Ведь если упорхнут такие важные птицы его, как бедать разжалуют солдаты, так-то... Очень интересно, хорошо. Ты заслужил свои деньги, держи. Больше ничего примечательного не знаешь? Больше мне нечего добавить. А теперь прошу меня извинить. Но дела не ждут. Так, не то ляпнул, извини. Да-да, извини, я тут, короче, сплетни собрал последние. Теперь я буду в курсе. Так, где же мой инвентарь? Журнал, журнал. В мышеловке. Да, пахнет гнилым акулием жиром. Я бы сказал, дерьмом, ребят. Я привез на Син-Мартен диверсионную группу, умирающуюся проникнуть в тюрьму Флицбурга и похитить пленных английских офицеров. Да уж, если голландцы пронюхают об этом, то гол... То по головке, короче, не погладят. Но что же мне предпринять? Попытаться разыскать в джунглях своих пассажиров и сообщить им, что голландцы обо всем узнали и в городе их ждет мышеловка или бежать отсюда побыстрее. То есть, нам дан выбор сдать вот этих англичан, злых, наглых, которые не умеют прощаться нормально, уходят молча, либо, либо помочь Англии. То есть, английским колониям. Не знаю, как это все сложно. Так, я не понял. А что дверь закрыта? Это нормально вообще? Нет? Это что за хрень? А, вот она дверь. Я перепутал. Ну ничего, с кем не бывает. У нас выбор. Либо Англию подержать, короче, либо Голландию. Что же им делать? Надо как-то подумать. Хотя, неважно, какое решение я приму. Кажется, вы куда дошли? Капитан Шарльдамор? Да, это я, чем могу служить? В портовом управлении сообщили, что ваш корабль недавно прибыл в порт. Его светлость губернатор Флицбурга Минхер Мартин Томас желает с вами побеседовать. Кстати, помните, старый Томас хочет пиво там, по-моему, да? Я просто вспомнил тот квест мальчика на побегушках. Что-то я не понимаю. Я арестован? С какой стати? Никак нет, Минхер Капитан. Вы не арестованы. Губернатор дал приказ приглашать всех к нему капитанов. Чуть пиратов не прочитал. Всех пиратов. Дающих якори у нас в порту в связи с особой ситуацией. Пойдемте. А, ну так хорошо, я иду. Вот он я у губернатора. Нифига себе, я не понял. А куставу че, можно с бородой ходить, что ли, не понял? Ну ладно. Блин, смотрите, как у него красиво, да? И люстра, которая на башку может упасть. Блин, как тут классно. Ладно. Ну че, давай побазарим. Не отнимайте мое время попусту, капитан. Я слышал, что вы очень настойчиво просили ауэдинцы. Меня зовут Мартин Томас. Я губернатор города Флицбурга, поданство Его Величества Вингельма Третьего Орландского. А теперь забыл говорить и сообщить цель вашего визита, мейнхиньер. Цель моего визита? Я настойчив. Ты дурак, что ли, я не понял? Меня вы сами пригласили сюда. Мое имя Шарльдом Мором. Так какая причина заставила вас прийти сюда и отвлекать от меня важные государственные дела? Не, вы видели этого наглеца? Сам меня позвал, еще что-то хочет. Может, вы хотите... Надо поговорить о деле. Что вы хотели, спрашивайте? Я прибыл по вашему настоятельному приглашению, мейнхиньер-губернатор. Очень хорошо. Скажите, капитан, на походе к СМРТ вы не встречали английского военного судна? Или торгового? Нет, мейнхиньер. Ни военно, ни торгового суда под флагом Англии мы ни в ваших водах не встречались. Хотя, честно говоря, когда я плыл сюда, их реально не было. Ясно. Вы надолго к нам? Думаю, задержаться в вашей колодне дня на три. В таком случае у меня к вам предложение. По данным нашей разведки, на остров могут прибыть английские шпионы. За достоверную информацию о любом подозрительном корабле, особенно английском, либо о невнушающих довериях личностях, расхаживающих по бухтам и джунглям, я объявил награду в 10 тысяч песо. В случае же поимки шпионов, либо содействия в их задержании, вознаграждение будет значительно увеличено. Я даже... Я довожу это до сведения всех, без исключения гражданских капитанов, прибывших на шпорт. Так что, если мое предложение вас заинтересовало, можете между делом прорейдовать, короче, акваторию Синмертена и прочесать бухту, удобную для высадки. В отдых нашей колонии вы можете повстречать корветт Зепарт. Не беспокойтесь, он патрулирует акваторию Синмертена, и в случае обнаружения англичан вы всегда можете обратиться к капитану корветта за помощью. То есть, мы видим, англичане, значит, получается, по факту вот сейчас кинули на 10 тысяч песо, а губернатор мне их пытается предложить, тем более, он докинет больше денег и плюшечек, если я их сдам. Заманчивое, да, предложение? Ребят, я все-таки хочу помочь англичанам, не знаю почему, но надо. Сожалею, ваша светлость, но я прибыл исключительно по торговым делам, и после их завершения и пополнения припасов буду вынужден, можно скорее, продолжить путь. Это была просто информация к сведению, капитан, вас никто ни к чему не обвязывает, если вдруг увидите что-то подозрительное, вы знаете, куда идти. Да, ментинер, понял, до свидания. Блин, надо валить, валить надо отсюда быстрей. Блин, а где выход? А, вот выход. Итак, в мышеловке. Ну и напугал же меня этот военный от губернатора. Я же грешным делом подумал, что голландцы обо всем прознали и пришли по мою душу. Однако все обошлось. Губернатор всего лишь предложил поучаствовать в поиске английских шпионов и посулил награду за достоверную информацию. Знал бы он, кто стоит перед ним. Надо выйти на англичан и предупредить их об опасности, если уж будет поздно носить ноги с острова. То есть, вы меня поняли, я выбрал веточку за англичан. Хотя, в принципе, еще раз повторюсь, можно их издать. С потрохами в этом ничего плохого не будет, квест засчитается. Просто немножечко развитие будет по-другому. За что люблю корсаров, то что тут, как и в Сталкере или там в других игрушках, можно выбирать разные концовки. К чему они приведут? Не знаю, по-моему, ни к чему. Но играть можно по-разному. Надо в Гранд Кейс... Вот приплыл я обратно в бухту Гранд Кейс. Если вы правильно заметили, ребят, у меня нету самоофицеров. Я их снял и оставил пассажирами. Так как у меня сейчас будет... Блин, я не хочу сполерить, но вы меня за реально заставляете. Не буду говорить зачем, но они, короче, мне помешают в дальнейшем прохождении. Те, кто не верит, смотрите внимательнее, и дальше будет все видно. Не стоит выключать видео, досмотри его до конца, и тогда поймешь, почему это так. Блин, напоминает это, когда я искал этих каких-то чуваков здесь, помните, между камнями. А теперь я выйти... Выйти отсюда не могу, выход найти. Зашибись. Нормуль вообще. У меня, походу, географический кретинизм. Блин, невезе. Блин, жалко, что геолокаций в то время не было. О, куда ты ушел. Хе-хе, куда ты ушел. Иду по сельве. Наверное, вырезать эту сельву не буду. Я просто ее тупо ускорю. Так, это что у нас? Пещера? А мне сюда? По-моему, сюда. Я хотел сказать то, что я пройду по сельве, сразу покажу, что куда идти, зачем, чтобы было понятно. О, как тут страшно. Да, ву, я не страшно. Ребят, не думайте, что я тут сокровища хожу ищу. Просто мне надо кое-кого найти в этой пещере. Ненавижу в этой игре пещеры всякие, катакомбы непонятные. О, отгадайте, кто это? Сейчас узнаем. Надеюсь, я и в дальнейшем могу на вас положиться. Неожиданные встречи. Я думал, вы сейчас стоите на якоре в бухте Гранкейс, капитан. Тоже не ожидал лейтенант Каспар Греттон в мундире голландских коронавиальных войск. Я искал вас, сэр. Мои мундиры это прикрытие. Зачем вы искали нас, капитан? Чтобы сообщить вам новости, но не очень приятные, кстати. Говорите, после нашего с вами расставания я отправился в Флитсбург, побеседовал с жителями. Голландцы знают о том, что на Син-Мартен должна приплыть диверсионная группа англичан, для того, чтобы вытащить из тюрьмы нескольких высокопоставленных английских офицеров. Какие диверсионные? Вы чё? Это спецназ, элита. Росгвардия, блин. Разрази меня гром. Как они сумели узнать об этом? Говорят, один из ваших пленных проболтался. В обмен на свободу он дал голландцам план побега. Теперь в Флитсбурге все предупреждены и ждут вас. Воду острова патрулирует военный корветт. Вы в мышеловке, лейтенант. Поздравляю. Пять баллов. Якори мне в жопу! И что же мне теперь предпринять? Не, нашёл у кого спросить. У какого-то капитана. Капитан Нишки на какой-то военной шхуне. Эй, нормально. Мне кажется, выход только один. Пробирайтесь. Побирайтесь, чуть не прочитал. Вот, побирайтесь. Пробирайтесь ночью в бухту Гранд Кейс. Поднимитесь на борт моего корабля. И уходим отсюда нафиг. Уйти, не выполнив задание? О, нет. Вы просто не знаете, капитан. Что значит не выполнить приказ полковника Фокса? То есть лучше попасть на весельницу, так? Отнюдь, капитан. Мне нужна ваша помощь. Раз вы оказались уже с нами в одной лодке, давайте выпутываться вместе. Ведь если голландцы схватят нас, то его может не поздоровиться. Как участнику. Внимательно вас слушаю. Пленников надо освободить. Мы уже позаботились о маскировке. Мой отряд одет голландскую форму. Если бы не предательство... Мы бы запросто проникли в тюрьму, уложили охрану и все было бы сделано. Но в тюрьме наверняка будет засада. Поэтому придется воспользоваться дополнительными ресурсами. Капитан, вам надо отправиться в Литсбург, в местную церковь. И найти там служку по имени Филипп Яг... Че? Служку по имени Филипп Ягбсен. Это надо сделать с 8 до 10 утра. Так как потом в церкви его не найти. Он что, пьяный что ли будет после этого времени? Бухает, я не понял, блин. Филипп наш человек, короче. Скажите ему пароль. Давно ли была исповедь пленных моряков? А он что, знает что ли? Затем обрисуйте ситуацию и от моего имени потребуйте помощи. Потом принесите его ответ мне. Как видите, ничего сложного или опасного для вас? Ясно, хорошо, я сделаю это. Скажите, лейтенант, эта форма снята с голландского патруля, не иначе. Именно. А сами голландцы где? Лежат недалеко от пещеры, в зарослях связанные. Я подумал, что в случае чего они могут сгодиться как заложники. Ладно, ладно, понятно, отправляюсь в город. Ждите меня тут и не высовывайтесь особенно. Голландцы рейдуют не только море, но и джунгли. Торопись, капитан. Блин, вообще нормально, это, блин. Я пришел им, главное сказать, ребята, вам жопа скоро пройдет. Они такие, иди-ка, сходи-ка там куда-то. Да, да, я видел, что можно что-то схватить, но мне некогда. Мне надо выход отсюда, из этой жопы найти. Это называется, помоги, прояви инициативу. А инициатива она у нас всегда наказуемая. Хоть к бабке не ходи. Так, я где вообще? А, все, джунгли. В принципе, можно идти обратно в бухту. Можно по сельве добраться до города. Я, наверное, это... Через джунгли пойду. Потому что мне надо будет обратно к ним вернуться. Опять на корабле плавать. Опять ходить. Хотя через сельву вроде длиннее. Ладно, попробую через сельву дойду. Дошел через сельву, вышел в бухту. Значит так, ребят, что предлагаю. Мои тупые хождения писать не буду. Встретимся у этого чувака, короче, священника. Там с 8, там до 10, что ли. И вот, ребят, короче, я приплыл уже в Литцбург. Приплыл-то я ночью. Мне пришлось переночевать в таверне. И сейчас мне надо, наверное, ждать 8 часов, я как понимаю. Почему ждать 8 часов? Так, с ускорения сейчас сниму. Сейчас, во. Тут такая жопа, короче, в игре. У меня ни глюк, ни баг. Это, походу, везде так. Мысли вслух нажимаю. А я не могу время крутануть. Хоть обосрись, но никак. У меня нет такой функции просто. Так же функции не было, когда я приплыл сюда. Поэтому, я не знаю как, но мне придется его на ускорах, наверное, ждать. Итак, что у нас там в журнале? Я же не прочитал. Ох, и дорого же обойдутся мне мои пассажиры. Теперь мне придется еще и помогать. И в похищении пленных офицеров. Ладно. Хоть атаковать тюрьму не попросили, отправляясь в город, в церковь мне нужно разыскать служку Филиппа и Акспена и поговорить с ним. Идти в церковь надо утром с 8 до 10 часов. Ну, как я сказал, я не могу время мотануть, поэтому ускоряюсь как могу до трех. Ну, как время пройдет? Все, ребят, 8 часов. И я решил вас не томить. У меня был включен ускор. Ускор игровой имеется в виду. Потому что у меня, я же говорю, опции не было. Перемотать время. Входим в церковь. Вот мы в церкви, в священном храме. Великолепном. Но нам не об этом. Вот, короче, вот к этому чуваку надо подойти. Видите, он в стороночке стоит, чтобы его никто не видел. Не проходите мимо бедных служителей Господа. Чем я могу помочь тебе, сын мой? Я хотел бы узнать, давно ли была исповедь пленных моряков. Вчерашним вечером, сын мой... Шшш, говори, тише. Полагаю, вы уже в курсе о том, что было совершено предательство. И вас ждут. Безусловно, иначе бы я тут не стоял. Отряд лейтенанта Каспара Греттона сейчас находится в джунглях. Все одеты в форму голландских военных. Но в тюрьме их ждет засада. Меня прислали за помощью к вам. Ну, Шарль, нахрена ты сказала? Блин, а если он сдаст вас? Тебе все, сразу... Все, башки нету. Повесят нафиг. Блин, дурак, Шарль. Я молился ежедневно о том, чтобы ваши... Неведанное на зло вас. Я молился ежедневно о том, чтобы ваше... Наведение не на зло... Не завело... Короче, он молился, чтобы не завело все это нас в ловушку. План у меня был давно созрел, но его реализации мне не хватает средств. Мне нужны две дюжины золотых дублонов. Что за план? Не поведаете ли мне? Конечно, солдатам в тюрьме в связи с ожиданием английских шпионов добавили в довольствие ежедневную порцию хорошего вина для поддержания морального духа. Его доставляют со склада, куда у меня есть доступ. А у цыганки торговли, которыми кое-чем обязано, я могу достать зелье, погружающего, употребившего в глубокий сон на несколько часов. Я должен купить несколько бутылок хорошего вина, подмешать в них зелье цыганки, а затем подменить бутылки на складе. Вот для чего мне нужны деньги. Я принесу их. А что мне их счастье, что ли, принести? Надо, я не помню. Две дюжины? Это сколько вообще? Дублоны. Ну, надо, короче, в корабль. Я такой быстренько сбегал на корабль, взял дублоны, у меня дублонов с собой не было. Все было, дублонов нет, блин. И обратно к нему. Не проходите мимо, бедных слушателей, господи. Чем я могу помочь тебе, сын мой? Я бы хотел узнать, давно ли была исповедь пленных моряков. Вчерашний вечером сын мой, чшшш, говори, тише шепотом, полагай, вы уже давно в курсе о том, что было совершено предательство, и вас ждут. Безусловно, иначе я тут бы не стоял, отряд лейтенанта. Я это читал. Что за план? Я это знаю. А, вот, короче, он мне говорит, что надо там ему бабки. Я говорю, у меня с собой нужная сумма, держите. Прекрасно, приходите завтра в это же время, я сообщу вам результаты. Хорошо. Блин, я без проблем к тебе, чувак, приду. Просто откройте мне сейф, время, чтобы перемат... Опа. Опа. А он нас слышал. Все, нас дадут. Нас дадут, нас убьют! Ладно. Надо, короче, в таверну. Надо в таверну. Я думаю, до утра, наверное, дрыханем. Прекрасная еда, отменные напитки, уютная постель к вашим услугам. Стопэ. Надо время крутануть. Нафиг мне еще деньги платить. Ага. Хрен там. Нету, нету у меня этой крутилки времени. Меня игра так и заставляет. Ну, заплати бабки. Ну, поспи в таверне. Ну, поспи же. Придется воспользоваться причудами игры и таверны. Уходим отсюда. Все, перешел я в церковь. Естественно, я опять же ждал это дебильное время. И мне надо к священнику. Не проходите, мой бедный, слушатель Господа. Доброе утро, отче. У вас есть какие-нибудь новости? Шарль, а пароль, пароль, кто будет говорить? Да, все готово. Вино заряжено. И нужны бутылки сегодня вечером попадут. Тюремные стражи. Ужин у них девять вечера. Так что к полуночи вся охрана будет мирно спать на посту. Это ваша единственная возможность выполнить задачу. Не справитесь, второго шанса не будет. Сегодня ночью или никогда. Будьте осторожны. Хоть у вас и голландские мундиры, но патруль не дурак. Держитесь от дозорных городов подальше. Все ясно, не буду терять времени. До свидания. Так, о чем я там в журнале брякнула в мышеловке? Филипп Яксбен все устроил. Сегодня вечером тюремная охрана отведает сонного вина. Операцию по освобождению пленников нужно начинать к полуночи. Пробираться к тюрьме следует тайком и не привлекая внимания патрульных. Ну что ж. Ну что могу сказать, ребят? Я, наверное, отправляюсь в ту пещерку. Так как я приплыла на корабле, мне корабль надо в ту бухту поставить. Иначе по квесту в любом случае придется плыть в бухту и еще за кораблем бежать через джунгли. Поэтому поплыли. Мне надо, в общем, найти этих офицеров и быстренько с ними решить, что делать. Так вот, эти офицеры. Надеюсь, я и в дальнейшем могу на вас положиться. Как успехи, капитан. Встретился я с вашим агентом. Он все организовал. Сегодня вечером в тюрьму будет доставлено вино. Разбавленное каким-то цыганским зельем, вызывающим глубокий сон. Так что ночью вам надо будет идти в город и вытаскивать своих пленок. Кстати, помощь вам обошлась в два с половиной десятка дублонов. Надеюсь, это будет уточнено при окончательном расчете. За деньги не волнуйтесь, капитан. Я попрошу вас принять участие в этой операции. Сопровняйте нас до тюрьмы. Вы уже не раз были в Флицбурге и наверняка знаете расположение зданий. В саму тюрьму ходить не нужно. Мы сделаем все сами. Просто помогите найти дорогу. Эх! Эх, подведете вы меня под монастырь. Я просто в шоке, лейтенант. Но ладно. Раз я начал вам помогать, так уж помогу. Вы не пожалеете об этом? У вас корабль сейчас в бухте Гранкейст? Да. Отлично, вы тогда подготовьтесь к походу и встречайте нас в джунглях у городских ворот в 11 вечера. Договорились, до встречи. Блин, вообще норма. Я говорю, у нас потом это... Итак, сегодня ночью Каспар Греттон со товарищей пойдут освобождать своих пленников. И я буду у них проводником по городу к тюремной двери. Чтобы гости не заплутали ненароком в улочках Флицбурга. Не думаю, что голландская форма сильно поможет при встрече с патрульными. Надо будет держать от них подальше. Встреча с лейтенантом в 11 вечера за городскими воротами. Надеюсь, мне повезет. Я тоже думаю, тебе повезет. А по-другому нельзя. Иначе мы игру провалим сквесном месте. Блин, а где выход-то опять? Я опять заплутал, я не понял. А, вот... А, вот они бегут. Я уж думал, надо локацию сменить. Хренович, какого много? А у меня очень мало времени. Вы готовы, капитан? Да. Тогда не будем терять времени, вперед! Ну, вперед так вперед. Че ж теперь? Я че, против что ли, я не пойму? Хотя, в принципе, меня эти уже англичане начали немного напрягать. Че, на как быть-то? Я опять... Хрен, я в читерну, ребятки. Хрен, я в читерну. А-а-а-а! Блин, блин, блин. Ребят, уходим, уходим. Не, если я, в принципе, пробегу по-быстрому, нас хватит. Да, блин, че у них патруль-то какой усиленный? Не дают нормально пошпионить, а? Это сволочь стоит. Так. Ты че, откуда у вас столько, а? Ребят, ну-ка, уйдите отсюда. Да, в обычный город вбегать намного проще. Короче, мне насрать, я бегу сюда. Ребятки, по-быстренькому, по-быстренькому. Давайте, 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 перемещаемся. Мы такие, в общем, беспалево так идем по городу, да, вообще нормально. Ладно, я уже понял, не первый раз загружаюсь, короче, у меня все не получалось. Я вот так вот, короче, обойду, и мне насрать. Меня полностью насрать, они все равно меня не видят. Давайте, по-быстренькому, ребят, делайте свои дела. Мне не некогда вас ждать. Порох там сожрали. Не понял. А, все, они, они ушли. Я думал, что они встали на улице? А, все. Псс, капитан, ш, дело сделано. Теперь быстро уходим. Конечно, пошли. Так, ну че, давай. Давай, Шарль, тихонечко проходим. Эти придурки все равно нас не видят. Вон, прям вот за этим пойдем. Да, мы такие прям незаметные, я в шоке. Но вот этот нас может заметить. А мы вот так пройдем. Ха-ха-ха, мы вот так пройдем, и нас не видно. Ребята, серьезно скажу, я ничего не качал такого. Да че церемониться с ними? Я возьму-то выйду. Вот и все, и не надо бояться никаких патрулей. Просто смело бежим, и вообще пофигу на все насрать, короче. Все прошло успешно, вы молодец, капитан. Теперь осталось последнее, унести ноги с этого острова. Быстрее отправляемся в бухту Гранд Кейс. Идем. Ребят, тут, короче, такая фигня нас ожидает в будущем. Освобождение пленников прошло успешно. Теперь быстрее в бухту Гранд Кейс и помочь. И прочь, короче, сын Мартена. Там, короче, в бухте нас ждет подарок. Прекрасный подарок. Я, конечно, его проходил, у меня, к сожалению, запись слетела. Я что делаю? В первую очередь я назначаю... Господи. Абордажников. Чиченгиту и... Короче, я решил, что его буду звать Шляпа. И Шляпу. Клода. Клода Шляп. Так, ладно, идем дальше. Ребят, встретимся в бухте Гранд Кейс. А в бухте ждала нас прекрасная засада. Ну что, будем отхватывать. Офицеры, вперед! Вперед, офицерье! И-и-и, ты много убивай. Э, Шарль, ты зачем шпагу положил? Так, офицерье пришло на помощь. Ребят, у меня тут вот эта ковырелочка. Она мне мало что даст. А, мне на золотке. Ой, ребят, кинозан откинули. Ну что, ну что? Я не понял, как он бегает вообще? Ну что? Все, есть, есть контакт. Надо выбить лечебные штуки. Правильно, они толпой, блин, встали. Не обойти, не объехать. Ёлки-палки, дайте пройти. Ладно, можем шпагу и проходим. А можно пока? Пойти? Ну что, нет, нельзя. Читерство в этой миссии, походу, запрещено. Ну как читерство? Обойти просто их и сзади пофигачить. Мне бы лишь бы моего капитанчика не убили. А вот капитанчик. Давайте коем-нибудь уже ввалите, мне надо, чтобы тоже. А че, а че я вот так не смогу убить, что ли? Давай его я тебе помогу, поковыряю. Ну-ка, я тебе... Э, а ты... Я только пробить его хотел. Ну-ка, 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 ждем. У него энергия кончилась. Что-то я ему нанес, что-то не нанес. Давай его пробивными шарами. Господи, откуда у меня столько энергии? На, тихо, свалая маленькая. Не знаю, ребят, вот этой своей ковырялочкой буду долго их ковырять. Придется пистолетиком чаще пользоваться, конечно. Да ты че, какой, блин, мощный. Блин, шпагами фехтовать намного сложнее. Придется тыкать. Ну-ка, пистолетиком его. Все, пистолетик есть. А, так я тебя тоже тыкать могу так-то еще. Давай, Шарль, пробивной. Опять. Давай. Тычкообразный. Ага, он этот. Давай, 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 давай. Вроде я тихонечко учусь искусству шпаги. Это не так-то просто. По крайней мере мне, после моего тяжелого вооружения. Тычкообразным давай, тычкообразным. Четыре. Урон вообще капец какой большой я наношу. Ладно, хрен на него. Еще, еще какой-нибудь. Так, капитана убили, нет? Нет, ну, походу, кого-то из наших. Блин. Я фиктую, как школьник, короче. Капец. Не понял, где капитан. А, капитан воюет. Чеченги тут там, походу, вовсю разошелся. А, стоп, это убито офицеришка какой-то. Так, ну что, давай. Петю. Так, это кто 15? Чеченги тут и шлюпить нашу нанос? Давай я его стволом маленечко. Вот. Есть. Ребят, очень долго фиктуюсь, потому что шпагу взял. Шпагу решили качать, поэтому совмещаю приятное с полезным. Записываю серию и качаю шпагу. Блин, а эти сволочи еще с лечилочками. Попробуйте. Так, давай, пистолетик. О, хорошо вот так снес. Есть. Ну что, ребят, нападаем, раздираем флочья. Где мой этот офицер-то? Как все долго, как все долго. Давайте его побыстрее, ребят, надо с ним заканчивать уже. А я это, пробивными чисто фигачу, короче. О, пробил. Все. Ребята, за мной, за мной. Так, кто? Ихни же люди справились. Справились, нормально. Ну что ж, надо выходить в море, что ли, или что? Со мной кто-нибудь побазарит вообще? Нет, со мной никто базарить не хочет. Поэтому отправляемся в море. А сюрпризы, походу, на этом не закончатся. Да, я так и думал. Просто так в жизни ничего не бывает. Итак, мы просто так в этой жизни ускоряем время. Пока до шести вроде. Приближаю дистанцию обстрела на радаре на нашем, или на компасе, и как там правильно назвать, я не знаю. Это судно, в общем, надо взять на абордаж, потому что, ну, либо уничтожить его просто так. Так, не знаю, попал, не попал. Я, короче, пытался когда-то от него уплыть. Опачки. Вот это было жестко. Это было не по-нашему. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай. Это вообще что, вообще нормально, нет? Я не смог ему команду даже нормально снести, он тупо меня положил. Это как так-то вообще, не понимаю. Не знаю, ребят, нравится вам это или нет, но абордаж будет очень веселый. Так, есть. 18 человек, команда противника убитых, 16 наши. Ну, в принципе, то, что нашу, блин, у меня игра залагала. Игра залагала, вообще норм. Офицерьё, помогай, 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 помогай. Да ёлки, офицеры, вы где? Вы помогите мне, я своей шпагой... Ой, хренать, я шпагу не кого-то зарубил. Прибавлять жизнь надо срочно, по-быстрому. Я не знаю, как буду здешнего капитана выносить. Походу, это будет нереально. А-а-а, блин. Меня мочат, меня мочат, меня мочат, меня мочат. Так, офицеры, чё-то мои вообще-то... Быстренько сдохну, что-нибудь там. Пятёрочку. Нифига себе пятёрочку всю. На тебе пол жизни сразу сносим пистолетиком. Да, блин, я нашёл, куда шпагу свою одеть, конечно. Чичингиту, помогай. Выручай меня. Шляпа, походу, тоже там это... Чё-то где-то как-то. Чичингиту. Я, короче, вас прикрою, мужики. Я вот этого буду атаковывать. Блин, а бордаш реально не такой уж и лёгкий. Ребят, я шпагой-шпагой его ковыряю. Надеюсь на вашу поддержку. Очень сильно. Блин, как хорошо, что я патронов припас. Они мне сейчас очень даже помогут. Шляпа, ты где? А, шляпа тут вас уволюет. Почему я не могу пробивной сделать? А, всё, пробивной. Есть. И я его пробивну, мобилый, ребят. Заметьте, я крутой. В данный момент. Так, вот этого надо с ним тоже заканчивать по-быстрому. Так, 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 так. Ребята, помогайте, офицерьё. Блин, меня застрелили. Чёрт. Это фигово. Правый борт готов к залпу. Нет, 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 нет. Пошки к борту. Левый борт готов к залпу. Правый борт готов к залпу. Блин. Борт готов к залпу. Всё, кошки есть. Пленных не брать! Ну вот так вот получается я положил ихнюю команду. Правда, своей потерял немало. Ну, походу, это будет просто, ребят. Это будет просто. Вот так вот загрузил сохранение. У меня автосохранение на каждый абордаж, короче, сделанное. Я перед абордажем просто успел загрузиться, так как на абордаж его брал я, а не он меня. Я корабль всё-таки увёл в сторону. И успешно, всё-таки успешно, повторюсь, расстрелял всю его команду. Это было класс. Ну, мне лично понравилось. Чё, их всего-то двое, что ли? Давай, дай мне маленького тоже дай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. По-моему, я не успел даже его ударить. Хе-хе. Ну чё, сейчас бой с капитаном будет не из простых. Он опять будет лечиться, скорее всего. Несмотря на то, что команду я ему перебил. Это вообще на это не смотря. Ну чё? Хрена себе у тебя тяжёлый удар какой. Так. Тычковый. Не понял, а почему, Шарль, ты такую фигню ему наносишь, а? Так, есть два. Тычковый четыре. Тычковый четыре. Четвёрками, что ли, валить буду? Значит, ствол тогда маленький. Всё равно пролечишься. Так, ребят, замедляя время я не успеваю ни хрена вообще. Это всё настолько быстро происходит, что я аж... Не знаю, придётся так. Мы видим, что он опять лечится, эта зараза. Ага, блок поставил. Ладно. Ничего-ничего. Тычковым. У меня есть пистолетики. Пистолетики мне помогут. А иначе буду долго его месить. И месить, походу, придётся вот тычковым. Ага, поставил блок. Ну на пробитие блока. Три. Я как понял, на шпаге проще тыкать. Это намного эффективнее будет. Да, урон прям охрененно наношу. Но по-другому никак, ребят. По-другому никак. Есть ещё минус тридцаточка. Я надеюсь, больше лечиться он не будет. А иначе мне долго утыкать придётся. Очень долго. Ну что, давай, ещё тычковый. Четыре, опять четыре. Ну ладно. Одно хорошо шпагу прокачаем. Тоже неплохо. Ну давай, давай, давай. Уже наноси удар. О, у меня пять уже. Четыре. Ах, ты устанавливаешься, зараза. На тебе минус двадцать шесть сразу же. Сходу. Пятёрка. Ну, в принципе, пять-четыре нормально. Я тоже устанавливаться сейчас буду, как и ты. Читер в шляпе, блин. Я, ребят, ничего против шляпы не имею. Просто он очень глупо в ней выглядит. Ну, на мой счёт. Мне так кажется просто. Ну и чё? Ну, давайте ещё раз стволом. Ты восстанавливаешься, я тебе стрелять буду. Ну, давай, тычковый. Обычный. Так, обычный. Три. Ну и чё, по пятёре тебе так снимать, что ли, постоянно? Это тоже глупо. Да, нормально, напротив картины какой-то встали и вмесимся. Так, а вот так вот, если я тебя вот так вот... Надо пробивным сразу убить? Раз, так. Четыре. Так, ещё маленечко снял двадцать пять. Ну ладно. Так, тычковый. Давай мечу, наноси там. Ага, хрен-то мне. На тебе четвёрочку. Это пробивным четвёрочка. Да, долго его буду ковырять, конечно. Почту. Ага, ты блок. Вот блок твой можем пробить. Так, пятёрка. Пятёрка тычковый, в принципе, неплохо так-то. Четвёрочка. Я надеюсь, ты не будешь восстанавливаться. Четвёрочка. Да. Долго, долго, долго. Это, конечно, невыносимо. Ну. Короче, получается режим дуэли у меня таковой. Шесть. Ну, шесть мало. Ладно. Подоел. Минус двадцать четыре. Иначе эти двадцать четыре я буду долго наносить. Хорошо. Мы тебя пробьём. О, пятёрка пробивной уже пошёл. Четвёрка тычковый. Блин, как он... Он мне достал вот этот чувак. Четыре. Четыре. Мне кажется, пистолет уже раз пятьдесят, наверное, перезарядился, пока мы тут с ним разбираемся. Фига себе от него кровяка тут отскочила какая. Ну, давай, давай, осталось чуть-чуть шарик. Давай уж заканчивай с этим. Давай пробивну. Шпагой зарубил чувака. Это что-то с чем-то. Обыск тела. Я немножечко у него пэса взял. И кулона с самоцветами. В сундуке немножечко денег. Какие-то амулеты непонятные. Они, кстати, не рандом. О, эти лечилки, лечилки. Это хорошо. Так, вот эта хрень непонятная. Флакон. Алкаш, что ли? Флакон. Так, сундук. Рвотный корень. Там всякая фигня. Ладно. Уходим отсюда. Что нам? Так, картечь почти всю истратили. Поэтому всю картечь я у него забираю. Мне нужен провиант. Оружие, лекарства чуть-чуть. Ну и порох, наверное. Успешно потопленный корабль и переход на Антигуа в Сент-Джонс мне нужен для дальнейшего прохождения. Итак, опричаливаю в порт. В порту сейчас мне надо будет как-то побазарить с этим офицером. Ну как так? Нифига себе. Я полкоманды положил за его вот это, блин, пассажирство. Ребята, легкие бабки, десять тысяч, как сказал Шарль. Хотя я говорил, это очень маленькие деньги. Ну прям очень маленькие. Но ничего. Полкоманды положили. С голландцами отношения испортили. Короче, веселуха полная. Ваши услуги... В лучшем виде. Была рада знакомству, сэр. Ладно, пока. Молодец, солдат. Не мешай. Только заткнись и меня ни о чем не спрашивай. Надо подождать, наверное. Блин. Ха, опять эта хрень у меня не работает. Хорошо, у меня зато работает... Да, блин, не это. У меня работает хрень быстрого перехода в таверну. Надо переночевать там. Время десятый час утра. В принципе, если сутки я отдохну, я успею к полковнику Фоксу. Можно, в принципе, хорошо набухаться, наиграться в карты, потом идти к Фоксу. Но мне надо быстрее сдать квест уже. Да-да-да, рад знакомству. Есть комната на время. Мне до следующего утра. Итак, вот деньги. Держи. Монолог называется сам собой. Быстро, быстро и быстро. Так, мне сказано идти в резиденцию. Итак, я перехожу в резиденцию. И полковник Фокс находится налево. То есть надо повернуть налево. А лево, это вот здесь. Не, картинки, конечно, красивые и прикольные, вот эти английские. Мне нравятся. Вот он, самый полковник Фокс. Как я понимаю, вы тот самый французский капитан, который помог моим людям выполнить задание на Син-Мертене. Доброе утро. Доброе утро, полковник. Да, именно это я. Я прочел доклад. Ваши действия ценены весьма высоко. И вы должны получить награду. Таким образом, вам полагается тридцать тысяч нихрена себе песо наличными на эксцендентные услуги и хорошее оружие за проявленный солдатский героизм. Вот этот клинок я кребу за теперь ваши. Получите. Спасибо, сэр. Само собой, попутной наградой является почет и уважение английских колонистов, властей и мое лично. Выражаю вам свою благодарность за то, что не бросили моих людей и помогли им. Всегда рад, полковник, помочь. А теперь прошу меня простить, дела ждут попутным ветром, капитан. До свидания, сэр. Ух ты, вы получили клинок, палаш офицерский. Добавлено 30 тысяч песо, вы получили акребузу. Ваша репутация в Англии повысилась до хорошей. И репутация у меня резко вверх. Это отлично. Ну что, ребят, серия подошла к концу в мышеловке. Мышеловку, которую там устроили, мы из нее удачно выпутались, конечно, но не без потерь. К следующей серии я опять наберу команду, пополню запасы и мы будем проходить, наверное, уже, если это так и будет, то финальную часть. DLC последний урок. А сейчас пока я вынужден с вами прощаться. Если ты не подписался на канал, я жду твою подписку и жду лайков. Поверь мне, для меня это очень важно. Так что подписываемся на канал, ставим лайки и до встречи в следующей серии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok